Спонсор выпуска новостей – кредитный потребительский кооператив «Надёжные сбережения». Весь отпуск у тебя. Доченька. Место найдётся? Деньги в шкафу прячешь. А я давно говорила, храни деньги в КПК «Надёжные сбережения». Сберегательная программа «Пенсионный». Ставка 12,6% годовых. Звоните 99-01-36. Здравствуйте. Это информационно-аналитическая программа «Главный». Я – ведущая Наталья Шевченко. Намерением пустить КАМАЗ по саратовским дорогам не хватило серьёзности. Второй экономический форум – время первых выводов. Какие обещания насытили инвесторов? Запрет курения на балконе опасен для психического здоровья. Инициативу повертили Сергей Шнуров и последователь Семёна Слепакова. Эксклюзив программы. «Это банка с саратовским воздухом, как воздух, необходимый увеку». Наполнили смыслом саратовские сувениры, что не на словах, а на деле привлекает туристов регион. Объявили охоту на думских бакланов. Журналисты массово критикуют законопроект об отстреле птиц. Главные городские события берут на прицел и топовые блогеры. Пока общественники щупают огурцы и томаты, журналисты проверили их качество на самом современном оборудовании. Рубрика по многочисленным просьбам телезрителей. На минувшей неделе люди сверепели, что отопления нет, а на этой, что его включили. Новость о подаче тепла в некоторые дома и учреждения разгорячила жителей. У многих месяцами нет даже горячей воды. Давайте послушаем обращение в редакцию программы. «Вот такими кастрюлями греем, потом несём в ванную, ковшиками, толком не помыться. Потом ковшиком тащить в ванную, потому что такую кастрюлю её же не поднимешь. Это кошмар. Вот такие неудобства. Потому что КАМАЗ у нас неделю назад сбил трубы отопления и горячей воды. И мы вообще теперь боимся, что у нас отопления не будет. Вот так вот по многу раз в день нам приходится греть воду, чтобы помыть руки, придя с улицы. С воды нет уже с мая месяца. Надежды ни на кого нет. Большая проблема с водой. С отоплением, наверное, тоже будет большая проблема. Но самая большая проблема – это достучаться до наших чиновников. Технологии вместо батарей пришли в интернет. Эффективно помыться не удаётся, но можно эффективно пожаловаться. Чем осогрелась наш корреспондент Дина Амусина. А тот, кому стекло вопьётся в сердце, пусть станет злым. Пусть трэп, бездинка, тайнула у меня в глаз и в сердце. Пусть. Растопить сердца чиновников иногда единственный способ включить отопление в домах некоторых саратовцев. От холода в квартирах температура традиционно повышается в социальных сетях. Вспомнить, например, прошлогодний флешмоб отопления. Тысячи замерзающих пользователей по всей России выкладывали свои фото в шубах, из квартир и предлагали использовать деревянную мебель для костра. А самые предприимчивые обещали проголосовать за любую политическую партию, которая даст им тепла. Халат поверх пальто стал мемом. Топили чиновничий лёд и укутанные в халат питомцы. В этом году придётся придумать что-то погорячее. Пока что на жаркие фото в лютый мороз решились только самые смелые девушки. Но мне страшно за здоровье саратовцев, поэтому в ближайшее время я жду от чиновников флешмоб горячих батарей. Мамочка, когда включат отопление? В мае, сынок, в мае. Жиза. Ищу друзей с отоплением. Своих пора менять. Морозиться можно и у меня дома. Это банка с саратовским воздухом, как воздух необходимому веку. Давно пора культовому саратовскому месту стать таким же хитом социальных сетей, как и этот сувенир у меня в руках. Эта форма явно зацепила людей, но пока в ней очень мало содержания. Давно пора добавить смысла в попытки привлечь туристов на саратовскую землю. Ведь многим хотелось бы увезти какой-то раритет из древнейшего города. Так, например, в Карелии туристам самим предлагают добывать вековой китинский гранат. По отзывам пользователей такой идеей можно добыть больше туристов в свою страну. Предприниматели со всей России будут соревноваться на конкурсе «Туристический сувенир в Саратове». Победители дорогу к сердцу туристов прокладывают классическим путем. Традиционные сувениры и даже их более современные интерпретации напрямую отсылают к достопримечательностям, тогда как туристы все больше предпочитают извилистый путь. Пример тому – брелок из мошонки австралийских кенгуру или пиво из навоза. Заманивать туристов – дело чести для любого города. Главное – в поисках запоминающейся формы не подложить свинью своим же согражданам. Я просто в свое время переехал в Саратов из небольшого городка, где водоснабжение было из артезианских скважин. Вода реально была ледяной и вкусной. Все привозили, а тут ничего такого нет. Когда был жив Тантал, в каждой сувенирной лавке были модели советских автомобилей. Сейчас бы вот что-то такое. Я – журналист Дина Амусинов. Кредит начинаю отрабатывать. Кредит на пиар-мэра. Не успел еще Михаил Исаев воплотить в жизнь свое намерение, как репортеры уже успели сделать сенсацией инициативу чиновников брать в долг деньги, чтобы хвалить самих себя в СМИ. Пользователи социальных сетей уже сейчас недоумевают, зачем помпезно открывать каждую спортивную детскую площадку. Ведь это обычная работа чиновников. Иронизируют. Это как муж каждый раз будет торжественно открывать туалет дома после ремонта. Но вместо кредита доверия людей ставка делается на банковский. Поэтому похвалим мэра с процентами. Благо, есть где разгуляться. Пару раз в год власть любит ходить в народ, чтобы узнать, как этот самый народ добирается на работу. Удобный способ отбить кредит. Выдавать талончики с надписью «Здесь был Мишин». Ну а журналисты всегда помогут чиновникам донести их благие дела до народа. Возьмите, пожалуйста. А вы знаете, что здесь был Михаил Исаев? Вот он сидел на этом месте. Вы не знаете? Ну, как так? Очень хорошо. Вы тоже вот возьмите. Спасибо. Сохраните обязательно. Коллеги Михаила Исаева повышают ставки самопиара. Так, ради узнаваемости, городоначальники из других городов и стран придумывают соревнования по метанию мобильников, устраивают в администрацию котов и моделей плейбоя, а продвигать московского городоначальника взялись Тимати и Гуф. Но рэп-ода о процветающей Москве не зашла. Песню удалили из Ютуба. Так что предостерегаем всех инстамэров страны. Если получить дизлайк от многомиллионной аудитории, можно сильно подпортить свою кредитную историю. Вы смотрели народные даже события, где мы собрали самые популярные новости соцсетей. В этом поле повестку формируют популярные блогеры. И мы решили спросить у них, что еще волнует многотысячную армию подписчиков, жителей нашего города. Друзья, всем привет. Меня зовут Леман Мамедова. Меня зовут Денис. А меня Вячеслав. И сегодня мы будем обсуждать животрепещущие темы, которые волнуют весь город все последнее время. Ну вот, наверное, все сюда шли по нашему проспекту, который сейчас упорно реконструируется. После того, как у нас деревья там попилили очень существенно, у нас теперь можно очень хорошо увидеть фасады полностью, целиком. Они достаточно красивые, кстати. Они достаточно красивые, но местами, конечно, видно стало и трещиной, и вот это вот то, что там осыпаются, и балконы у нас. Но старость не радость. Ремонт узнают. Многие, да, многие просто начинают говорить о том, что вот, мол, опять у нас наводят красоту там внизу под ногами, а фасады так и останутся там обваливаться. То есть надо сразу все вместе делать, да? И говорят, да, все вместе. Но как бы, как все вместе, если у нас такое законодательство, что если деньги выделили на благоустройство комфортной среды, то как бы фасады, они вообще не относятся к этому. Деньги на это не потратишь. Многие... То есть новый проект надо теперь делать? Ну, конечно, новый проект. Нет, круто, что все вот так вот здорово хотя бы где-то. Ну, то есть из двух зол меньше надо выбрать всегда. Но, естественно, всегда обидно за город, который где-то недополучает. Ну, то есть это типа такая, знаете, девушка, которой там, ну вот не сто роз подарили, а там одну розочку. Купили ей ботинки, а шапочку... Оба левых! А шапочку другого цвета. Я на самом деле как-то расположен все это видеть в другом немножко свете. И когда какие-то перемены происходят, ну ведь хорошо. Да. Хорошо, что происходит. Я один раз, знаешь, написал о том, что у меня на улице, живу на Сако-Вансете, и там все перекопали. Это центровой. Центровой, да. Все там перекопали, и доехать туда было практически невозможно. Сегодня вышел на улицу, смотрю, боже, какая красота. Все закатали в асфальт, труп уже нет, то есть красотища. Может быть, ты фильтр телефона смотрел, где там пальмы или что-то еще? Нет, пальмочки, пальмочки не видел, но на самом деле хочется сказать, что потихонечку уже все равно все делается. Воду горячую дали? Ну, у меня была горячая вода, у меня кочел. Слово, договорился заранее, да. Но на самом деле мне вот очень много в Инстаграм пишут людей, у которых проблемы, перебои. Естественно, я сразу отмечаю наших градоначальников. Они пишут, что где-то это сделать возможно. Они действительно выезжают и как-то вот решают эти вопросы. Где-то это сделать просто невозможно, потому что идут ремонтные работы. Что у нас еще на повестке дня? Широко резонансная даже на федеральный уровень вышла тема убийства. Какие бы деньги ни были, вопрос о том, что физически, причем настолько жестоко, как вот он на допросе еще спокойно об этом говорит, как будто, ну, пошел и просто там кого-то там приобнял, по голове погладил, а это, ну, так вот ножом. Не, но ты же читал про то, что он, ну, убил ее уже, ушел, ага, и вернулся и еще ее начал добивать. Вот эту информацию ты видел в интернете? Эту не видел я. Это какая-то психологическая у человека или травма, может быть? Знаешь, что-то говорить о человеке каком-то конкретном. То есть я думаю, что у нас очень много людей с такими какими-то психологическими травмами. Вот мы сейчас очень широко и везде постоянно говорим о том, что всем нужно заниматься спортом, а спортом нужно заниматься. Потому что человек уже привыкает быть в какой-то команде. Он является хотя бы, скажем, может быть, отрешенностью каких-то таких бзиковых ситуаций. Вот приходим к тому, что, может быть, молодежь каким-то образом нужно направлять, да, и более пропагандировать, да, вот и здоровый образ жизни, и семейные ценности, доброту, дружбу, которая вообще сейчас не существует. Просто все вешать на школу, это правильно-неправильно, но мне кажется, все-таки должно все идти от семьи, да. Ну, если там дебилы просто, у них родители какие-нибудь, которые там просто избивают друг друга, у них на глазах, предположим, или бухают, о чем ты вообще говоришь? Тогда приходит слава Супермену. Тогда приходит, конечно, слава Супермену, но, понимаешь, все-таки родители тоже должны понимать, когда они там зачинают ребенка, должны понимать, что какое количество энергии они будут тратить на этого ребенка. Так, что у нас еще? У нас что-то со спортом там. Мы провели на День города, мы изначально, значит, провели челлендж, в котором все желающие продержали гирю весом 16 кг на время. Все те, кто продержали, больше одной минуты, мы их пригласили на мероприятие, это было около, там, 50 человек, ну, чуть-чуть меньше, и начали давать им, скажем, те упражнения, которые показывают твою силу, выносливость, скорость. Ты их не к поезду привязал, я надеюсь, а то и выносливость, скорость, вообще. Там, знаешь, было очень много таких, скажем, нестандартных упражнений, когда поставили два трактора, они... Все-таки что-то должно было быть такое. То есть, была натянута между этими тракторами веревочная лестница. Человека там не было? Нет, человека не было. Не человек, не чертовал, не было. Тут, как человек, я так проиграл. Залазит на эту веревочную лестницу, и 10 метров он должен по ней пройти, то есть, определенное, ну, там, минимальное отверток времени. То есть, ребята, которые были тяжелые, то есть, были такие ребята, скажем, там, весом по 120-140 кг, залезая на эту лестницу, делая несколько шагов, ну, руками, соответственно, и падали вниз. Третье место занял, на удивление наше, занял человек, который вообще к силовым видам спорта никакого отношения не имел. Это парень, занимающийся тамбо, тренер по тайбо. Нет, ну, в любом случае, как ни красиво, спортсмен, конечно. Ну, в любом случае, без звука, конечно, не очень хороший. Ну, было весело, было весело, было интересно. Ну, у нас еще какая-то спортивная новость есть, насколько я знаю. Денис. Пожарный, соревнования. Я понимаю так, что ты прям даже присутствовал на этих соревнованиях. Нет, меня в это время как раз не было, но я следил за всем практически, вот, благодаря интернету. Наши заняли там практически все первые места, но, как бы, тут есть такая вот заковырка, что в других-то странах выставили настоящих МЧСников, настоящих пожарных, а у нас в основном были спортсмены. Да, профессиональные спортсмены, там, легкоатлеты. Поэтому вот именно иностранцы, они обиделись и давали вот интервью, говорили, что вот тут нечестно. О май гад! Да, вот как это так, мы тут, это для нас как бы хобби, а тут вот профессиональные спортсмены против нас борются. Вы знаете, что наши артисты, наши балетмейстеры едут в Большой театр выступать. И тоже онлайн будет трансляция, я призываю всех саратовцев обязательно подключиться в этот момент, следить за тем, как в Большом театре танцуют балет «Вешние воды», это будет в конце октября. И вторая новость, это то, что на реконструкцию нашего театра выделили 1 миллиард 600 миллион. Вот, поэтому в этом сезоне придется вот немножко покочевать нашим зрителям саратовским, потому что я лично очень люблю театр, и уже готовлюсь к тому, что театр будет абсолютно на разных площадках давать свои концерты. Приехал из Балакова, был на спектакле «Ви», это рок-спектакль, и, честно говоря, был просто восхищен. Мы ехали туда, мы думали о том, что, ну, сейчас, как приедешь, это будут какие-то заурядные артисты. Что будет Балакова. Да, это будет Балаковщина. Встаем, переглядываемся, знаешь, просто с открытым ртом, думаем, боже мой, ребята на самом деле сделали невероятные вещи. То есть у нас талантливая молодежь, талантливых артистов очень-очень много, и не надо ни в коем случае обращать внимание, где он показывает себя. Если он выкладывается на полную катушку, то он действительно там артист большой буквы. Итак, мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто смотрел за нами. Занимайтесь спортом, потому что спорт все-таки даст вам очень многое. Нужно чем-то заниматься, нужно найти какое-то хобби, какое-то увлечение. Но оно обязательно должно быть, чтобы воспитывать в себе какие-то новые качества. Ну что, подписывайтесь на наши аккаунты, будьте добрее, и всегда, всегда запомните, смотрите телеканал «Саратов-24». Удивительно, но события, которые объективно в регионе сейчас одной из самых важных и обсуждаемых, никто не назвал. На следующей неделе в Саратове стартует международный экономический форум. Как зарубежные российские спикеры изменят, если не экономику, то хотя бы репутацию таких дискуссионных площадок. И какие из крупных проектов остались только на бумаге, а какие уже реализуются в инвестиции и сотни рабочих мест, выяснял наш корреспондент Мария Смирнова. Какие перспективы открывались перед жителями после первого экономического форума. Строительство скоростного трамвая давней саратовской мечте вроде дало ход инвестиционное соглашение. Однако спустя год проект так и остался без рельсов. Из-за того, что вовремя не была подготовлена документация, в Москве притормозили с выделением средств. На такой скорости оказались еще несколько крупных проектов экономического форума. На мой взгляд, подвижки есть почти везде, но все-таки хромает доведение до создания реальных рабочих мест. Саратовцев с головой окнули в обещание построить в городе аквапарк. Однако в реальности воды оказалось достаточно лишь в речах чиновников и инвесторов. Мы со своей стороны все условия соглашения мы выполнили. То есть маме подготовлен был земельный участок. Мы готовы были предоставить налоговые льготы. Но в силу разных причин, к сожалению, инвестор не пошел на реализацию данного проекта. Что он называет? Какие причины? Ну, вы знаете, он не озвучивает эти вещи. Занимаемся поиском потенциальных инвесторов. Намерением пустить КАМАЗ по саратовским дорогам не хватило серьезности. В рамках экономического форума было подписано соглашение о совместном бизнесе. Но крупное автопредприятие отказалось инвестировать в некоторые местные заводы из-за их долгов. Вообще КАМАЗ – предприятие, которое сейчас выпускает в том числе и электробусы. А электробусы – это одна из тем, которым предметно занималась наша ТРОЛЗа. Совершенно правильно было, чтобы здесь совместить усилия. Но, к сожалению, это не произошло. В первую очередь из-за ситуации на ТРОЛЗе. Прорабатывались также варианты, чтобы под КАМАЗ ушел 9-й ЦАРС. Это очень проблемное наше предприятие. Но затяжка переговоров между Ростехом и Минобороны, она, в общем-то, привела к тому, что тоже это соглашение не реализуется. Была организована встреча с заводом тяжелых зуборезных станков, который возобновил работу недавно. Сейчас у них ведутся совместные работы, которые, как мы надеемся, выльются в подписание договоров. Репортеры программы попросили экономиста изучить десятки статей и документов о прошедшем полтора года назад первом экономическом форуме. Событие стало международным благодаря визиту в регион делегаций из Ирана и Южной Кореи. Итог двухдневных дискуссий, деловых встреч и мастер-классов – 20 подписанных бизнес-соглашений. На сегодняшний день у нас три соглашения уже реализованы. Было подписано соглашение компании «Х5 Ритейл Группы» по строительству логистического центра. Мы получили дополнительно 300 рабочих мест. Также было подписано соглашение, активно реализованное с компанией «Мегафон» по осуществлению покрытия сетью 4G 38 районов нашей области. Еще одно соглашение было реализовано Торгово-промышленной палатой в рамках соглашения с фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Какие-то проекты – это просто текущая деятельность коммерческих структур. Ну, например, развитие точек сотовой связи в области, ремонт каких-то дорожных покрытий и так далее. Это тоже важно, но говорить о том, что без форума этого бы не было, наверное, не приходится. Были проекты, которые действительно уже проработаны. Были соглашения, которые находились в стадии предпроектных решений. Но я считаю, что в любом случае это очень хорошо для предприятий, для области. Ну, вот финансовые выражения, много ли области выиграла в плане привлеченных инвестиций? Ну, общей суммы я вам сейчас не скажу, потому что, опять же, в процессе реализации проекта имеет свойство видоизменяться где-то в меньшую сторону, где-то, наоборот, в большую, где-то сокращаются сроки. Этот репортаж – ожидание и реальность. Журналисты программы делают в преддверии второго Международного экономического форума. На нем обещают больше переговорных площадок, шире – географии участников. Из Китая, Японии, Кореи, Индии, Франции, Германии. А на специальной выставке – показать во всей красе саратовский бизнес. Главное для форума – это второй, третий, четвертый. То есть, если мы на второй форум увидим рост реальных инвестиций и приезд более серьезных игроков, чем на первый, уже пойдет такая борьба за участие в саратовском форуме, значит, этот инструмент работает. Если каждый раз это будет такой проект, под который собираются вот каждый раз люди новые, то, конечно, это будет говорить о том, что форум не удался. Самой популярной рубрикой нашей программы стала а-ля контрольная закупка. В преддверии школьного сезона мы проверили качество констоваров. Неожиданно получили десятки комментариев с просьбой проверить продукты. Казалось бы, столько общественников и ревизоров постоянно проводят рейды. Но люди доверяют фактам и исследованиям ученых, к чему мы и прибегаем в своей программе. На этот раз исследователь закупил специальный современный прибор, чтобы проверить огурцы и томаты на содержание нитратов. По многочисленным просьбам телезрителей мы проверим сегодня помидоры и огурцы на содержание нитритов. В процессе обмена веществ они могут образовывать канцерогенные вещества. Приготовим их в суспензию, натерев на терке. Теперь подвергаем наш сок анализу на нитриты. Отмеряем 1 мл, добавляем реактив гриза и лосвая. Чем интенсивнее окраска получившегося раствора, тем больше концентрация нитритов в растворе. Поскольку визуально глазом зафиксировать такое мельчайшее изменение окраски очень сложно, для этого используют аппаратуру. Воспользуемся специальным прибором, спектрофотометром. Сейчас мы обработаем полученные экспериментальные данные и определим содержание нитритов в огурцах и помидорах. Сегодня приходит концепция приемлемого риска. И в соответствии с ней любая концентрация токсина в объектах окружающей среды, в продуктах питания может вызывать изменения и реакции со стороны организма, усиленная, кроме всего прочего, еще и индивидуальной непереносимостью организма. Еще одна популярная рубрика родилась в проекте «Главное. От безысходности». Людей иногда столь обескураживают чиновники, что на эту тему остается только шутить, чтобы самому остаться здоровым. Предупреждаем обсуждать инициативу о запрете курения на балконе чревато для вашего психического здоровья. Прихожу после работы, на диван с пивком ложусь я Отдохнуть, чтоб без заботы, все не трогайте меня И для больших наслаждений никотиновый глоток Делаю я на балконе пепел в баночку с умсом Но вдруг слышу со двора, пшел с балкона быстро наофигел я от ментов Говорят, таков закон, как нам быть теперь, мужики Ухожу, наверное, я из семьи Без сигаретки на балконе не могу я Выходить во двор умру я И жалобы летят со всех сторон Дымят не помогает ваш закон В Госдуме Лишь разводят руками Пойдем-ка выйдем на балконе Перекурим с мужиками Одни запреты Лишь в голове В ежовых рукавицах Граждане Огромный стресс нам жить В стране Где даже стресс Курит в стороне Благодарим последователя Семена Слепакова Эксклюзив для программы «Главная» подготовил музыкант из Казани Никита Никитин Программа «Главная» не только о событиях, но и о тех, кто делает их главными в своем городе На этом я, Наталья Шевченко, с вами прощаюсь До встречи в эфире Проведите время с людьми толка Авторами и гостями одноименного телевизионного проекта Как за несколько лет круто изменить свою жизнь Расскажет молодой предприниматель Оксана Иванушкина За несколько лет она прошла путь от уборщицы хлебного ларька До владелицы рынка общепита Премьеру программы «Люди толка» смотрите в понедельник в 15.45 А сейчас я передаю слово официальному представителю главного управления МВД по Саратовской области Анастасия Захарова О событиях главного управления МВД России по Саратовской области расскажу вам я, Анастасия Захарова На Саратовском рынке ловили мигрантов Операция «Нелегал-2019» прошла на территории привоза В рейд отправились больше ста сотрудников городской полиции Они обследовали торговые объекты И проверили документы у всех иностранных граждан В итоге составили протоколы о привлечении к административной ответственности Полина Попенец знает подробности Мужчина не может сказать, где живет и путается в показаниях На рынке привоз полицейские проверяют паспорта продавцов и грузчиков Больше сотни правоохранителей проводят рейд по нелегалам Смотрят на регистрацию У этого гражданина данные не совпадают С просроченными регистрациями и подозрительными адресами на рынке оказалось немало работников За нарушение правил въезда на территорию России и режима пребывания Правоохранители составили 7 протоколов Для разбирательства продавцов и грузчиков забрали в отдел полиции По словам полицейских, работники рынка нередко нарушают правила трудоустройства иностранцев Берут на работу неофициально, не составляют договор Владелец продуктовой лавки так и сделал Мужчина не уведомил миграционную службу о новой сотруднице У нас будет проводиться проверка по факту того, что у вас отсутствует уведомление О том, что вы приняли гражданку иностранного государства соответствия Вы не платите налоги, ведете никакую уголовную отчетку Всего на рынке полицейские проверили работу больше 40 торговых точек Задержали 50 человек Часть иностранцев оказались без должной регистрации Некоторые попались за махинации с трудовой деятельностью Их привлекли к административной ответственности Полина Попенец, Роман Шульдяев, Саратов, 24 Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже В органы внутренних дел поступило заявление от жителя Энгельса Женщина стала жертвой злоумышленника В подъезде дома на Тельмана неизвестный напал на гражданку и отобрал у нее сумку Там были все документы, ключи от квартиры и 60 тысяч рублей Полицейскими установлено, что подозреваемый 45-летний житель поселка Степное Советского района уже неоднократно привлекался к ответственности Его задержали, как признался злоумышленник Похищенные деньги он частично прогулял, а часть заплатил за свой кредит Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы Работать не работаешь, да? Нигде? Да, мы не работаем А для чего вообще? Деньги были нужны Деньги были нужны? На что? На угрожение кризис Это был обзор событий за неделю Новая информация на телеканале Саратов 24 Уже в следующие выходные До скорой встречи в эфире Спонсор выпуска новостей Кредитный потребительский кооператив Надежные сбережения Одежда ведущих представлена магазином Бестселлер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова